Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш проект «Неизвестный театр» и сегодня у нас завершающая лекция цикла. Меня зовут Лев Фадеев, я ведущий научный сотрудник художественного музея Эрнста Неизвестного, кандидат исторических наук. И я расскажу вам сегодня о театре абсурда, а точнее о том, как и возможно ли вообще это нарисовать абсурд. Дело в том, что Эрнст Неизвестный, который сегодня, как и в предыдущих наших лекциях в центре внимания, взаимодействовал с Самуэлем Бекетом, одним из основателей и основоположников театра абсурда, и делал иллюстрации к юбилейному изданию произведений Бекета. Но для начала поговорим немного вообще о театре абсурда, о том, что это за направление, как оно в течение 20 века развивалось. Но вообще театр абсурда стал популярен во второй половине 20 века, в начале 60-х годов появился сам термин, но, конечно же, корни его следует искать раньше. Вероятно, еще даже постановки в древнегреческих театрах носили периодически абсурдистский характер, да, там были комедии, драмы, но сама сценография, использование в частности масок, уже подразумевала существенный элемент условности. Но, однако, как четкое сценическое направление, театр абсурда утвердился и получил популярность, как я вам уже говорил, только во второй половине 20 века. По сути, театр абсурда – это классический театр, но театр с искаженной логикой, в котором происходит отказ от различных реалистических концепций, наблюдается максимальный субъективизм в подаче истории, ну и происходят различные метаморфозы. Вот про маски я вам уже сказал, и зачастую те или иные образы превращаются в идеи. Фактически реалистические черты обретают черты условности, черты абсурда. Кроме того, как правило, в спектаклях абсурдистских действие происходит вне времени, а то и вне пространства. Это пространство условно, оно может быть сказочным, может быть ужасным, может быть совершенно пустым, но оно служит только для создания настроения у зрителя. Ну и сам мир, как правило, в театре абсурда бессмысленен. Хотя вот это очень такая условная грань, черта, мы об этом еще поговорим. Здесь не все так однозначно, но в итоге через клиповую форму подачи информации, как правило, через какие-то образы, через каких-то персонажей, появляющихся на сцене, исчезающих со сцены, постановщик, режиссер, ну или автор какого-то драматического произведения в жанре абсурда, рассказывает зрителям сюжет. Он как бы сам пытается нащупать некое развитие действия, ну и в итоге зритель к этому поиску автора присоединяется и дополняет спектакль своими точками зрения. Ну это вообще для современного искусства весьма актуально, когда зритель что-то сам привносит в экспонат, привносит в какое-то произведение, которое исследует и изучает. Вот так театр абсурда сложился, такую концепцию он собой представляет, ну и одним из его основателей был Самуэль Беккетт. Беккетт родился в 1906 году, он старше был Эрнста Неизвестного, Эрнст Неизвестный родился в 1925 году, ну и Беккетт, как ирландский писатель, в своей стране воспитывался в достаточно жестких условиях, в жестких этических рамках прежде всего. Он происходил из зажиточной протестантской семьи, имеющей французские корни. Поэтому интерес к различным библейским сюжетам у Беккетта появился достаточно рано, он в частности очень увлекался Данте Аликери. Но вот это увлечение его с Эрнстом Неизвестным изближало, об этом тоже позже я скажу пару слов. Как раз это увлечение, в общем-то, и сделало возможным их контакт. Но жизнь у Беккетта была веселой, была интересной. Она у него складывалась очень драматично, ему очень часто и очень много не везло. Он, конечно же, взаимодействовал с более известными писателями своего времени, тогда он еще только начинал свой путь, но уже общался, например, с Джеймсом Джойсом. Беккетт достаточно рано начал писать, но достаточно поздно обрел популярность. Первые литературные опыты Беккетта относятся еще к концу 20-х годов, то есть ему еще и 30 лет тогда не было. Он пытается изменить литературу, Джойс в свое время такую попытку осуществил, но вот Беккетт попытался развить успехи своего коллеги, может быть, как-то углубить эти поиски. Он пытается так же, как Джойс, работать с формой, работать с содержанием, менять их местами, производить различные алхимические эксперименты с литературным текстом. Но, однако же, язык у него достаточно тяжелый, у Беккетта. Он пишет, и многие не хотят просто его читать. Книги его не пользуются популярностью, многие критики отмечают, что произведения его достаточно сырые, незрелые, настоящие, да и сам Беккетт потом на все это признавал. Скверные у него были времена. В конечном итоге он эмигрировал во Францию, впоследствии началась Вторая мировая война. В общем, еще и до войны Беккетт поставил такой своего рода антирекорд. Его произведение Мерфи, роман, законченный в июне 1936 года, был опубликован только в 1938 году, после 42-х, представьте себе, отказов. Но война тоже никаких особых успехов не принесла Беккетту. Францию, как вы знаете, захватили, захватили немцы. Беккетт, естественно, вступил в ячейку сопротивления, которую в 1942 году разоблачили. В общем, получил Беккетт очень мрачный жизненный опыт, и во многом, наверное, из этого опыта как раз и выросли его дальнейшие литературные поиски и послевоенный успех. Послевоенный успех связан был, конечно же, в первую очередь с произведением, о котором, думаю, все слышали, «В ожидании года». Это произведение, абсурдистская пьеса, была поставлена в Париже в январе 1953 года. Но тоже, конечно, к ней относились тогда по-разному. Где-то она больше успеха имела, где-то меньше. Но, однако, это уже было определенное новое явление в литературе. И вот здесь как раз хотелось бы вернуться к тому сюжету, о котором я говорил в самом начале. Дело в том, что театр абсурда, он ведь на самом деле не такой уж и абсурдный. Те его атрибуты, о которых я говорил, это некий идеальный образ, некая романтизация. У Беккета в том же «В ожидании года» все достаточно просто. По большому счету все произведения Беккета сводятся к тем или иным поискам Бога. Каким-то исканиям себя в мире, своего места и попытки опереться на некие высшие силы. Этот образ, который, наверное, многие видели в современных театрах, сейчас Беккета периодически ставят, некий персонаж, такой тающий, немножечко растворяющийся в дымке сцены, такой воздушный, некий бог, с которым все персонажи Беккета ведут своеобразный диалог. Ну и Гадо, собственно, вероятно, тоже некий бог, некая высшая сила, которую герои произведения ищут, они его ждут. Придет ли он, не придет, каким он будет, как они его видят. Вот на этом как раз вся идея произведения и строится. Ну а также на взаимоотношениях вот этих персонажей. Впоследствии, в том числе и за это произведение, в 1969 году, то есть спустя практически 15 лет, даже более, Беккет получает Нобелевскую премию и зачитают формулировку. Нам достаточно любопытно. Самуэл Беккет награжден премией был за новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом. «Глубинный пессимизм Беккета содержит в себе такую любовь к человечеству, которая лишь возрастает по мере углубления в бездну мерзости и отчаяния. И когда отчаяние кажется безграничным, выясняется, что сострадание не имеет границ». Но это на самом деле действительно история близкая и к жизни Беккета, и к его биографии, и к его творческому пути. Ну, может быть, немножечко Нобелевский комитет здесь, конечно, переиграл формулировки с пессимизмом. Не так уж все и страшно в произведениях Беккета, хотя, конечно, определенную тревожность они вызывают. И в иллюстрациях Эрнста Неизвестного мы тоже эти мотивы увидим. Беккет уже к концу 80-х годов был достаточно популярным автором, признанным. Эрнст Неизвестный в то время жил в Америке, то есть уже имел опыт международной существенной, международной связи. И, как вспоминает сам Эрнст Неизвестный, ему заказали 24 иллюстрации к юбилейному изданию Беккета. Цитата. Для меня это была высокая честь, потому что Беккет не очень-то жалует художников. Он написал мне письмо по поводу моих иллюстраций к Данте, сказал, что они ему очень нравятся, и я начал иллюстрировать Беккета. Увлекшись, я сделал больше 300 рисунков. Издатель Беккета решил сделать книжку из 100 моих иллюстраций и 100 подписей Беккета. Сейчас эта работа уже готова. Книжка называется «Концепция и изображение». Каждому рисунку будет соответствовать текст Беккета. Что-то он возьмет из ранее опубликованного, из драмы, из поэзии, из прозы. Что-то напишет заново. Будет параллельный поток текст и изображение, образ. В этой книге мы партнеры. Беккет неизвестный. Они просто иллюстрации неизвестного к Беккету. Мы даже по договору получаем одинаково. Знаете, на Западе финансовые соображения являются символикой. Я раньше не понимал, почему здесь так много о деньгах. Например, если ты спросишь кого-нибудь, как дела в Швейцарии, тебе ответят. Сегодня швейцарский франк стоит относительно доллара столько-то. Это ответ. И то, что мы с Беккетом делим гонорар пополам, очень много значит. Но, к сожалению, издание «Свет» выпущено не было. Дело в том, что Беккет ушел из жизни в декабре 1989 года. И вот этот творческий момент взаимодействия с Эрнстом Неизвестным прервался. Но вот здесь в этой цитате «Неизвестный» говорит о Данте. И действительно, мастер делал иллюстрации к Данте еще в 60-е годы. И они были очень популярны. На одном из конкурсов он даже смог опередить Сальвадора Дали. Эрнст Неизвестный вообще хотел, конечно, всегда выпустить божественную комедию со своими иллюстрациями. Но в 60-е вышла только книга «Малые произведения» Данте с иллюстрациями неизвестного. Ну, «Малые произведения», в частности, «История любви Данте к Беатриче». Это также «Монархия», «Письма». Там достаточно много интересных сюжетов. Но это все-таки не божественная комедия. Однако вернемся к Беккету. И предлагаю сейчас посмотреть на иллюстрации Эрнста Неизвестного. Собственно, мы сейчас как раз увидим с вами, как можно изобразить абсурд. Итак, первая иллюстрация, о которой мы с вами поговорим, это «Диалог с тенью». Рисунок Эрнста Неизвестного. Обратите внимание, мы начинали разговор с греческих масок. С мыслью о том, что, возможно, театр абсурда даже в какой-то мере в каких-то чертах зародился еще и в древнегреческой культуре. Но здесь также маски присутствуют. И маски здесь очень экспрессивны. Они как бы перерастают в лица, выражают определенные эмоции. Здесь к театру абсурда добавляется еще одна черта – экспрессия. Это не просто какая-то игра слов или игра смыслов. Это еще и эмоциональное состояние. Вот это как раз то, что Эрнста Неизвестный привносит в концепцию изображения. В эту юбилейную книгу, которая так и не вышла. Очень разная здесь штриховка. Есть определенный дуализм в этой композиции. Определенное противопоставление. Но опять же, это дантовские мотивы. Белый, черный, ад и рай. Борьба чего-то светлого и чего-то темного. Ну и рука присутствует. Ведь рука – это очень важный для Эрнста Неизвестного символ. И здесь обратите внимание, пальцы переплетены. Они как бы скрещены. Напоминаю даже чем-то немного крест. Это мотив распятия, мотив пересечения линий. Но также для искусства Эрнста Неизвестного очень важен. Но и здесь тоже происходит это пересечение. Но, кстати говоря, по поводу Беккета. Его пьесы, разные хронометраж имеют. Некоторые из них доступны для просмотра. В частности, рекомендую посмотреть «Приход и уход» его пьесу, которую он еще до получения Нобелевской премии написал и показал. В ней речь идет о женщинах, которые общаются друг с другом, подсаживаются и периодически уходят, меняются местами. Ну и «Квэд», 1981 год, это телевизионная пьеса Беккета, четырехугольник. В ней уже наблюдается некая геометрия, на которой как раз я сейчас вам говорил. Здесь вот в иллюстрации мы видим пересечение, а в этой пьесе персонажи двигаются по импровизированной сцене в различных траекториях. Эти траектории, кстати, исследованы критиками. И они избегают центра. В центр они не попадают. То есть вот этого пересечения, этого некого фундаментального смысла они избегают. То есть этого бога собственного они не находят. Ну а Эрнст неизвестный здесь вот этот мотив пересечения использует и в каком экспрессивном ключе демонстрирует. Давайте еще одну посмотрим иллюстрацию. Диалог с тенью. Здесь мы видим уже фигуру человека. То есть это не просто маска, а конкретное лицо, конкретный человек с его различными частями тела. Опять же очень выразительная рука. Очень различаются ноги. Одна как будто бы размывается, распадается. Другая наоборот изображена физиологически точно. Она стоит на суставе, стоит очень твердо, очень энергично. Собственно это и есть опорная нога. Эрнст неизвестно любил делать например скульптуры танцоров, которые стояли на какой-то одной опорной точке и не падали. Хотя казалось, что эта точка опоры она очень ненадежна на первый взгляд. Такая определенная артистичность здесь присутствует. Тоже, кстати говоря, театру абсурда свойственна. Это ведь игра прежде всего. Это тоже некий танец. Давайте еще одну иллюстрацию посмотрим. Лабиринт. Лабиринт это древнегреческий мотив. Но он перетек и в различную такую космогоническую тему. Наверное, многие читали того же Дэна Симмонса, Гиперион, где исследуют эти лабиринты. Очень загадочное это все устройство. Ну а лабиринт, в котором жил Минотавр, известен в общем-то со времен еще греческой цивилизации. Но здесь для Эрнста неизвестного лабиринт это скорее некое смешение образов, смешение смыслов, смешение идей. Так же, как и пьесе Бекета смешение слов, смешение каких-то идеалов, взглядов. Здесь очень много людей, все они показывают в разные стороны, указывают разные направления движения, идти туда, идти сюда, смотреть туда, смотреть в эту сторону. В общем-то, примерно такое же действие происходит и на сцене многих абсурдистских спектаклей. То есть персонажи двигаются зачастую хаотично, к ним какие-то новые персонажи присоединяются. В общем, все это процесс, все это динамика, все это жизнь. И вот в этом жизненном потоке как раз происходит такая круговерть. Такой может быть хаос, но в то же время хаос достаточно композиционно организован. То есть эта работа не вызывает отторжения, вызывает какого-то неприятия. Наоборот, хочется вглядываться в детали, изучать персонажей, смотреть на них, определять их мотивации. Еще одна иллюстрация это маска. О масках мы с вами уже много говорили. В Древней Греции, например, существовало 44 маски, как минимум. Большая часть масок принадлежала мужчинам, актерских масок, меньшая часть женщинам, но вот здесь лицо с одной стороны скорее всего мужское, но с другой стороны некоторая обезличенность здесь присутствует. Какая-то абстрактная маска. Она не сказать, что тут совсем гендерно обезличена, но тем не менее она не вызывает каких-то таких стойких привязок с мужественностью, с женственностью, с какими-то архетипичными понятиями, как это было в Древней Греции. И маска служила эталоном лица, каким-то образом, по которому актеры показывали себя, зрители узнавали, что они хотят показать. Если это была гетера, если это была девушка, которую должны узнать в конце спектакля, то у нее был определенный образ. Здесь мы видим просто искаженное лицо, весьма карикатурно, кстати говоря, изображенное. Руки эту маску, лицо как-то удерживают. Обратите внимание, у лица только одно ухо. Нос тоже искорежен, исковеркан, рот приоткрыт, видны зубы, пальцы в таком с одной стороны естественном, а с другой стороны подталкивающем, жести собраны. И глаза полузакрыты. Как будто бы на голове есть еще и шрам. То есть вот в такой полудреме здесь изображен человек. Это некая маска, возможно показывающая отношения людей вообще к культуре в 20 веке, к событиям мировой истории, скажем, какое-то такое полудремотное состояние, зацикленность человека на собственных образах, на собственных внутренних архетипах. Но Эркст неизвестный был вообще художником погруженным в себя. Вот эта маска в цветном варианте. Это уже изображение на холсте. здесь она дополнительные черты приобретает. Обратите внимание, здесь уже сочетаются черты женственности и мужественности. Часть лица выглядит более женской, другая более мужской. Вот, например, правая часть лица есть какие-то женские элементы, какая-то округлость, какая-то мягкость. Левая часть лица напротив более брутальная, она пронизана шрамом, глаз там полностью закрыт. Человек как бы пытается эту маску снять, пытается снять себя какое-то наслоение различных социальных переживаний, искажения, которые он получил в результате трагедии, может быть, трагедии и мировой истории в том числе. И Бекет, и неизвестные, они все ужасы войны пережили на своем собственном личном опыте. но снять эту маску пока не получается. То есть пальцы в таком достаточно бессильном движении находятся. Еще одна иллюстрация перед нами. Здесь тоже маска и тоже человек как будто бы пытается ее снять. Рука здесь чем-то напоминает скелет. Лицо еще более деформировано, еще более искажено, одного глаза как будто бы даже нет. Очень пугающе, наверное, одной из самых антиэстетических, в хорошем смысле такое существует, в хорошем смысле этого слова. Глаза здесь немножко продолговатые. Они напоминают даже какие-то яйца, какие-то овалы. Но об образе яйца мы говорили с вами в первой лекции. И еще одна иллюстрация Стол Бекета. Одна из самых ярких иллюстраций Растан неизвестного к произведениям Самуэля. Здесь мы видим и лица, маски и руку. Но обратите внимание, маски здесь монументальные. Они напоминают чем-то скульптуру. Как будто бы эти маски высечены из гранита. Они смотрят друг на друга. То есть это некая игра взглядов. Опять же тот мотив игры, о котором мы говорили. Здесь видна еще и тень. И все это происходит на столе. Действие и место действия абсурдистского спектакля зачастую условно в каком-то смысле люди могут находиться вне пространства. Это пространство можно как-то комично обыграть. Например, изобразить его в виде стола или какого-то другого предмета. цветной цветной вариант стола Беккета добавляется определенной мягкости. В данном изображении все становится более обтекаемым, более гармоничным, но в то же время и более настораживающим. Какие-то сгущающиеся краски. Как будто облака надвигаются на небо, закрывают солнце. И в этой атмосфере происходит действие. Такая приглушенность, затемненность театральная здесь присутствует. Действительно, театр абсурда. Практически все абсурдистские спектакли проходят особенно Беккетовские в затемненной атмосфере. Там нет каких-то ярких источников света. Они очень волнистые, очень играющие, очень тонкие. Еще одна иллюстрация рисунок теней. Как раз игра света и тени здесь налицо. Причем, несмотря на то, что две фигуры очень монументальные, очень мощные, казалось бы, они должны задавать темп, ритм, композиции, но на самом деле этот темп ритма задает тень, которая как бы из этих двух фигур выходит. Она здесь на первый взгляд не бросается в глаза, но когда всмотришься, задерживает на себе внимание и уже оторваться практически невозможно. Фигуры куда-то падают, они исчезают, а тень наоборот воскресает и движется к нам, она как будто бы подходит к зрителю. Вот таким может быть Бог, какая-то божественная сущность, какая-то темная сторона может быть веры, существующая в каждом человеке. Но вообще, что любопытно, эту иллюстрацию можно переворачивать любым образом, смотреть в повороте на 180 градусов она тоже приобретет от этого свои черты, какую-то дополнительную опретет контрастность, осмысленность. В цветном варианте она выглядит пожалуй менее, на мой взгляд, удачно. Происходит размытие, какой-то деконтраст, но тем не менее, опять же, тень здесь, пожалуй, даже еще более ярко бросается в глаза. Тут какая-то темная слышность, такая же дантовская идея в борьбе, в том числе о борьбе различных мотиваций, различных образов, различных ощущений внутри человека. Эта идея здесь налицо. Хромой, также иллюстрация из цикла Пэкет, человек, возможно, искаженный, искореженный жизнью, какими-то обстоятельствами, в таком отчаянном, но в то же время достаточно комичном положении. Изображен, показан, лицо, опять же, как маска, руки гипертрофированные, увеличенные, и сколько у него вообще здесь рук, не так это понятно, очевидно, руки как-то даже путаются с ногами, что это за человек, что это за существо. Вероятно, здесь какая-то отсылка греческой гифологии присутствует. У Эрнста есть, например, скульптура сатир, который, сатир, казалось бы, веселое существо, сатиры, вакхи, они сопровождали бога Дионисы, вакха, в общем, бога Виноделия, но сатиры были грустными. Например, сатир Марси, который проиграл Аполлону в мюнкальном состязании. Он победил, согласно некоторым членам жюри, но Аполлон эту победу посчитал поражением, Марсию он ее не простил. В итоге Марси должен был понести наказание и с него заживо содрали кожу. Вот здесь тоже какая-то фигура, напоминающая чем-то мифологическое существо перед нами предстает. Вот такие иллюстрации Эрнст Неизвестный сделал книги, неизданные концепцией и изображения. Эти иллюстрации сохранились, они живут своей жизнью, может быть, когда-то используют в качестве декораций для того или иного спектакля Беккета. Как вы убедились, нарисовать абсурд задача вполне реальная и даже очень интересная. Это своего рода вызов для художника и с этим вызовом Эрнст Неизвестный блестяще справился. Ну и материал, конечно, у него был очень яркий, очень хороший. Произведения Беккета до сих пор актуальны. Это, конечно, звучит, может быть, немножко пафосно, какие-то такие рутинные слова, что там актуально, неактуально. Пьесы Беккета смотрятся тяжело, но тем не менее они, когда их смотришь, некое новое осмысление привычных явлений привносят. Да, это уже в какой-то мере исторический факт, искание Бога, потерянным человеком XX века, потерянным на фоне различных глобальных трагедий, катастроф, но тем не менее даже в такой ретроспективе, в таком историческом ракурсе Беккет интересен. Интересен как источник, как источник познания сознания людей, сознания и мышления как такового. Но абсурдисты не только сознанием, не только мышлением занимались, не только исследовали какие-то теории построения, связанные с поисками высшей силы, абсолюта, но занимались и более приземленными вещами, например, Жен Ионеско, тоже один из наиболее ярких представителей театра абсурда, экспериментировал с языком очень много, он вообще называл сам театр не театром абсурда, а театром насмешки, склонялся к клиповому способу подачи материала и предлагал в своих пьесах ощутить абсурдность банальности языка. Но сам Ионеско, пару слов про него скажу, чтобы картина более полной была, очень интересовался различными языковыми явлениями, конструкциями, напомню, он вообще был румынского происхождения, но учил английский язык, его всегда удивляло, что при изучении английского языка люди говорят какие-то банальные вещи, небо синее, стол твердый, меня зовут Жен, или там еще какие-то. И он эти вещи, вот эту абсурдность пытался осмыслить. Он ее изучал и предлагал через эту фальшь языка, через его банальность продвинуться вперед, то есть раствориться в этом. И делал он это с помощью различных приемов комизма, которые могли зрителя изумлять и показывать, что в общем-то язык, во всяком случае в том плане, в котором мы его зачастую в обыденном плане, в рутине используем, он банален, он ничего нового не привносит в наше общение, мы говорим о каких-то пустяках иными словами, но не говорим о важных вещах. В частности, спектакль «Лысая певица», который очень в России часто ставят, как раз на такой идее и основан. О чем там только персонажи не разговаривают, но совершенно непонятно, в общем-то, к чему все эти разговоры, их могло бы и не быть. Но тем не менее, они происходят, они иногда вызывают смех, иногда вызывают непонимание, но в конечном итоге заставляют все-таки зрителя задуматься о том, что он говорит, зачем он говорит, как он это делает и к чему в конечном итоге его слова могут привести. Но были и другие известные абсурдисты. Тома Стоппорда, например, многие критики считают последователем театра абсурда, хотя у Стоппорда есть произведения совершенно другого плана, эпические полота наподобие берега утопии. Но, тем не менее, театр абсурда до сих пор живет, у него есть свои поклонники, он развивается в современное время во многом как раз благодаря господству массовой культуры клипового сознания. Это клиповое сознание, оно делает возможным вот это развитие и эту жизнь различных абсурдистских трактовок понимания мира. Вот такая история. Можно много говорить еще о других авторах и о других пьесах, но это уже совсем другой сюжет, который, возможно, станет темой наших следующих подкастов. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok